Пустыню, значит, это самое, большую. И Китай подошли совершенно с другой стороны, откуда не ожидали японцы. И через вот эти горы проходили, через Хангин-Гол. Тоже интересные факты есть, интересные моменты. Можно так, в принципе, рассказать бы. Да, можно, даже нужно, потому что это все воспоминания. Ты записываешь сейчас? А вот сейчас, да, стал записывать. Как про военную историю рассказать, а про корабли? Да, можно про военную историю. Про Хангин-Гол, значит, ваш отец, да, ваш отец, как его звали там? Валентин Константинович. Валентин Константинович. Куприянов Валентин Константинович, он ушел позднее служить. Он ушел, значит, это самое, в 43-м году служить. Он был маленьким ростом. И несколько раз он приходил на комиссию, а его из-за роста не брали. Потом, вроде бы, ладно, в танкисты возьмем. Потом, значит, вот, берем, но, значит, это самое, давай, вот, с Японии пока не воюем, но в сторону Японии давай туда, и будешь радистом. Он обучение провел. Он толковый был. На пятерке учился, кроме русского языка. Вот. И тататататана учился Азбуке Мурзе. Ага. Значит, вот его забрали. И привезли их по железной дороге, армию, в район монгольской границы. И далее, ребята, идите в Китай пешком. И вот они пошли в Китай пешком. Значит, это самое, со всей техникой, с танками, с оружием. И говорит, ну, вот какие примеры, которые запомнились. Говорит, ну, жара, пыль, ведь нечего. Самолет летит, сбрасывает бочки. Сначала бочками зареправляют танки этой водой, чтобы танки могли продвигаться. А затем офицерам дают. А потом нам, если по глотку останется, хорошо. И вдруг, говорит, на горизонте озеро гигантское. Вся армия рванула, говорит, к этому озеру бегом. Бежим. Уж, говорит, наверное, полтора часа бежим. На радостях. Никакой воды, никакого озера нет. Ночь прошла. На следующий день опять это озеро. Мы опять скорость прибавили. На третий день только пришли к озеру. Мираж. Ну, как мираж? Ну, да, мираж. Они видели три дня подряд мираж в воздухе виселого озера, которое за многих километров, там за 70, за сколько там было фактического озера. Но когда пришли они туда, они пришли не первым эшелоном. Там уже побывали танки, там уже побывали солдаты. И это озеро выпили. Они пришли, а там пояс грязи. А вот это и нету. Так вот, они на середину этого озера уходили. Что делать-то? Как обеспечить технику и себя водой? Снимали гимнастерки, набивали эту грязь. Закручивали рукава. И выжимали, как мы в детстве на речке, трусы выжимали с помощью вытягивания. И вот эта грязь, эта жижа, она текла в бочки. Затем, говорит, еще раз пересиживали. И пили вот эту грязь, эту воду пили. И говорит, что характерно, говорит, никто не болел, никто ни от чего не умер. Никакой дезентерии ничего не получили. И вот с таким трудом они преодолели эту пустыню. И подошли к горам Халхетгол. Горы-то, сопки-то очень высокие и крутые. И поэтому первое, что делали, прорубали просеку, убирали лес, камни крупные. И затаскивали первый танк на эти горы. Затем сбрасывали трос, сбрасывали веревки вниз. И первый танк, который затаскивали, ехал с сопки вниз, а за собой тащил так, другой. Потому что у того прокусовка гусениц и так далее. И вот таким образом они подошли к японскому укрепрайону. И в боевых действиях три дня они воевали. Они заняли этот укрепрайон. И поставили их, затем, их частью, на охрану армейских складов Гвантунской армии. Вот отец говорит, вдоль этих складов проходила железная автомобильная дорога. Общая длина была 70 километров. На этих складах находилось все для жизни необходимое. И поезда, и рельсы, и машины, и самолеты, и танки, и металл различного назначения, и бетон, и цемент, и еда, и одежда, и бревна, и лес. Гигантские склады. И вот, говорит, тоже покушать-то хочется. Местного населения на что-нибудь пусть обменивали. Они эту продукцию, что можно поукрать, что похуже лежит. То какую-нибудь доску продут со склада, значит, вот обменяют на китайскую продукцию. Но на складах еда была, но все равно... Еда была, но не хватало. А, не хватало. И вот так он закончил войну на берегах, значит, во Владивостоке. Решали долго и думали, куда его направить. Значит, и просили его очень долго уехать на север. В то время исследование северного Акудита продолжалось. И наши планировали там на некоторых островах даже аэродромы иметь. И в роли радиста его хотели отправить. Но он категорически отказался, категорически нет, хочу домой. Понятно. И вот так приехал Сусанина, познакомился с моей матерью, которая тоже пришла с войны и воевала. Та с немцами воевала. А тетя Валя, значит, воевала, она зенитчицей была, да? Да. Их призвали примерно 15 или 17 человек, женщин из Сусанина. Фотографии вот есть, на которых эти зенитки, основная масса женщин этих сфотографирована. И вот мать отправили первоначально учиться на зенитчицу. Она обучение прошла. И потом отправили в Куйбышев. А в Куйбышев переехала часть правительства из Москвы. И в Куйбышеве есть здание очень высокое, в котором эти правители жили, ну, работали. И вот зенитные пушки и пулеметы установили на крыше этого здания. И, говорит, первый, наверное, месяц зима началась. Лютый мороз, ветер, говорит, там всегда ветер. Невыносимо было. Столько людей, говорит, свалилось в больницу с воспалением легких, с другими болезнями, с ревматизмом, с ногами. Вот, что невыносимо. И только после того, как уже некому служить, некому на этих пушках стоять, разрешили установить утки деревянные на этих крышах. Утки, говорит, сделали примитивные в виде туалета. Один-два человека туда уберется. Но мы, говорит, настолько были рады, что постоянно ходили мы, обогревались в эти пушки. Но обогревались не за счет того, что там стояли электротены, печки, там не было ничего. Просто не продувало насквозь вот этим ветром. И хоть, говорит, под шинели мы поддевали много одежонки, но все равно такой вот ужасный ветер был. Вот она это запомнила и про это дело рассказала. Когда немцев отбросили, и начали немцев уже к Минску подгонять, их оттуда сняли и их часть перевели под Минск. Под Минск пока ехали, их эшелон подбили три раза. И мы, говорит, солдаты, все остались живы. Потому что, говорит, бомбили первые эшелоны. А первые эшелоны, там сидели только офицерский состав. Первые вагоны. Да, то есть разведка у немцев работала, видимо, хорошо. Летчикам докладывали истинную картину. И они не получили ни ранений, ничего. А первые вагоны были уничтожены с офицерским составом. Пострадали больше всего. Потом они неделю стояли и ждали, когда Минск окончательно зачистку сделают. Основную массу немцев во врагах, там, землянках и так далее. Или уничтожат, или не сдадутся. И их поставили на немецкую батарею. Немецкие пушки они сместили, поставили свои пушки. На блендажи землянки все осталось немецкое. И вот, говорит, первые дни нам не только за небом следить надо было. А следили еще и выставляли часовых, охраняли. Потому что, вот, соседний, говорит, лес был, из леса постоянно выходили немцы. Кто-то выходил, сдавался, а кто-то еще и с оружием выходил и воевать собирался. Но увидят, что тут подбор, натиск. Оружие бросают, руки кверху поднимают. Поэтому, значит, что связано здесь еще с Минском. Вот, не хватало, говорит, сладкого. Еда, говорит, была. И нечем абсолютно топить было в землянке. Ни одного бревна, ни одного полышка не было. И, говорит, мы ходили к немцам, которые работали на ТЭЦ-2. Рядом была теплоэлектроцентраль. Начали вырабатывать электроэнергию, подопление. В Минск начали давать уже. И там был уголь. И мы, говорит, протягиваем дюханку хлеба через колючую проволоку. А немцы под колючей проволокой нам ведро угля. Затем, говорит, меня послали с каким-то офицером в часть по каким-то делам. И ехали через центр Минска. И там, говорит, громадный овраг был. И в этом громадном овраге офицер захотел в туалет, видимо. Я, говорит, пойду сбегаю. Выбегает, глаза, говорит, вытаращил. А что такое? Говорит, что случилось? Говорит, ты знаешь. Там, говорит, на дне оврага вот такое бревно лежит. Сухое, говорит, бревно. Да не может быть. Может. Говорит, давай. Это как только сейчас машина будет. Значит, мы едем и привозим это бревно. Пока приехали пучать, пока нашли машину, пока взяли помощников, спустились в этот овраг. Бревно уже минские жители утащили. Значит, поэтому вот так в Минске было плохо. Ну, вроде леса вокруг и в то же время как-то... Ну, вырублено все, видимо, было. А потом лес, лес, попробуй из нашего даже леса принеси. Лошадей не было, подвод не было. Другого транспорта не было. Все это организовано не было еще. Первые дни после войны. Ага, понятно. Поэтому тяжело. То есть с топориком пойти за сушником, за кустиками, это тоже было как-то проблемно, да? Все было уже вырублено, как бы, да? Все вырублено. Понятно. Вот, что там она? Она заболела очень сильно в этих землянках. У нее получился ревматизм. Она перестала ходить. И по числой случайности она попала в офицерский госпитал. А, офицерский она не по числой случайности попала. Вот офицеры там уничтожили, которые в вагоне доехали. А дежурить-то некому. И командовать-то некому. И ее поставили командиром батареи. Потому что она была в те времена, ну, как бы, по сегодняшних 10 классов она закончила. Она работала в милиции секретарем. С документами умела общаться. Она считать умела. Печатать на машинке умела. Вот. Ее поставили командиром на батарее. Она исполняла роль вот офицера. И когда заболела, ее как офицерский состав в госпиталь офицерский положили. И был очень опытный какой-то хирург. Он ее поставил на ноги. И вот у нее и ревматизм всю жизнь, и полиатрит. Значит, это сама тоже всю жизнь. Это последствия, как она считает, вот этого военной эпохи, вот тех страданий, мучений, которые перенесли они. Ну, вот, она заработала ревматизм, она была еще совсем молодой женщиной, получается. Ее, да. Где-то около 30, наверное. Вот после армии они только расписались с отцом. Ага. Ну, ей было около 30, да, вот она, в войну. Ну, мать постарше, да, у нас отца. Да. Сколько лет? 20 лет. На 5 лет старше отца. Угу. На 5 лет. Ну, около 30 было. Вот война была, ей около 30 было. Понятно. Угу. 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 Угу.